Сейчас сложно себе представить, что когда-то здесь шли бои. В годы Великой Отечественной войны большинство домов в Каринском было разрушено. Кстати, именно здесь в ночь с 24 на 25 октября 1941 года были произведены первые залпы Катюши в битве за Москву на русском направлении. На линии фронта оказалось и село Ершово. Гитлеровцы на короткое время захватили его и сожгли. А местную церковь взорвали вместе с запертыми в ней жителями села и ранеными красноармейцами. За один месяц в ходе боев на территории нынешнего сельского поселения Ершовское погибли более 5000 бойцов и командиров Красной Армии. Но несмотря на сложную обстановку, команда им смогла сформировать резервы. И 5 декабря войска 5-й армии Западного фронта перешли в контрнаступление. Историческая справка – часть торжественного мероприятия, посвященного старту эстафеты «Салют Победе» в Ершовском поселении. И, конечно, рассказ о ее символах, знамени Победы и репродукторе, с помощью которого во время Великой Отечественной войны люди узнавали последние новости от Советского информбюро. Сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии, городом Берлином! Ура! К эстафете «Салют Победе» ученики Каринской школы подготовили не просто музыкальные номера, а целый спектакль. Они рассказали собравшимся о солдатах Великой Отечественной, о тех, кто их ждал, и тех, кто не вернулся домой. Вот я бы что предложил, то, что мы сегодня здесь увидели, отснять хороший фильм, куда отправить? Американцам пускай смотрят, да? Немцам пускай смотрят, а все во всю Европу. Пускай смотрят, как наши дети на сцене показывают вот этот вот пример мужества. И они так поймут, что не надо нас трогать. Ну не трогайте вы нас и живите спокойно. Потому что и стар, и мал поднимется на защиту России. Молодцы дети. А главное, они очень многое знают, оказывается. И песни особенно. И ощущалось такое, что они все понимают, воспринимают, через свои сердечка пропускают. Эстафета «Салют Победе» в Ершово только началась. В течение недели для жителей поселения будут работать тематические выставки. Запланированы акции «Георгиевская ленточка» и флешмоб «День Победы». А также пройдут различные конкурсы для подрастающего поколения.